Причины постоянной горечи во рту Причиной горечи во рту после сна у людей в зрелом возрасте может быть нарушение работы печени. Также симптомы проявляются после еды. Причины горечи во рту после сладкого боли явственно позволяют ощутить проблему. Это не является нормальным положением дела и при появлении первых причин следует немедленно обращаться к врачу. Первым о своих проблемах следует рассказать семейному терапевту, который после нескольких анализов и опроса назначит посещение других врачей. К какому врачу обращаться с горечи во рту? Скорее всего, к гастроэнтерологу, неврологу или эндокринологу. Откуда берется внезапная горечь во рту? Воспалительные процессы в области десен и слизистой оболочки рта Особая реакция на проведение лечения зубов, особенно после протезирования. Развитие гастрита и прочих воспалений в желудке Заболевание 12-перстной кишки Поражение нижнего отдела пищевода Герб Нарушение функции сокращения желудка Заболевание кишечника, вызванное различными инфекциями Болезнетворное нарушение Состояние микроорганизмов кишечника Заболевание желчного пузыря Разного рода хронические заболевания печени, к которым относят Гепатит и цирроз Нарушение гормонального фона Сахарный диабет, анемия, состояние беременности Использование некоторых Лекарственных препаратов Отравление организма Интоксикация тяжелыми металлами Большой стаж Курение Отказ от вредных Привычек В связанных с курением Любые стрессовые ситуации Горечь сопровождается разными Дополнительными симптомами Установить точный диагноз Можно только в клинических условиях Однако первые симптомы Можно распознать дома Головная боль и горечь во рту Если неприятные ощущения во рту Сопровождаются головными болями Надо проверить давление Чаще всего симптомы Свидетельствуют о его понижении При этом дополнительно может Кружиться голова Снижение давления в таких случаях Вызвано не нарушениями в работе Сердечной системы А такими болезнями Как язвы желудка Гепатит Туберкулез Или сахарный диабет Подобные симптомы Также возникают При злоупотреблении алкоголем Причиной горечи во рту После алкоголя Может быть заболевание печени Боль в горле И горечь во рту Дестабилизация желудка И пищевода Нарушение функциональной Деятельности этих органов Характерными сопутствующими симптомами Является резкое вздутие живота Появление изжоги Горечь во рту И желтая слюна Чаще всего появляется При подобных болезнях Которые связывают с повышенной кислотностью Температура и горечь во рту Характерные признаки болезни Боткина Точное определение болезни Осуществляется только после подтверждения Других симптомов Основная причина болезни Воспаление печеночной ткани Горечь во рту И боли в спине и пояснице Сопоставление этих симптомов Вместе с болями в животе И спазмами кишечника Дает повод сделать заключение О заболеваниях желчного пузыря Необходима срочная консультация врача Дополнительно может отмечаться Насморк головокружения Горечь во рту После физических нагрузок Может быть связана с болезнью желчного пузыря Горечь во рту И боль в желудке Синдром раздражения желудка Чаще всего появляются симптомы Буквально сразу же после еды Рекомендуется пересмотреть свой рацион В других случаях эти симптомы Связывают с болезнями Желудочно-кишечного тракта Может появляться горечь во рту И металлический привкус Горечь во рту И боль в левом подреберье В этом случае женщинам показана Консультация гинеколога Всем пациенты, скорее всего Имеют заболевание селезенки Или поджелудочной железой Возможны патологии левой почки Часто причиной может быть язва Гастрит или панкреатит Может появляться сладкая горечь во рту Или кислый вкус Горечь во рту после отравления, рвоты, жидкого стула Часто дает боль в левом подреберье Горечь во рту и боль в правом подреберье Общее расстройство желчевыводящей системы Боль имеет давящий, но не острый характер Дополнительно появляется повышенная утомляемость Подавленность, плохое настроение И нарушение аппетита Горечь во рту при холецистите Связана с болевыми ощущениями в области подреберья Эта болезнь может стать причиной постоянной горечи во рту Горечь во рту после удаления желчного пузыря Частое явление Горечь во рту и зуд кожи Причиной может стать развитие цирроза печени Вместе с этим отмечаются нарушения стула, тошнота и повышение температуры Перед назначением лечения следует внимательно исследовать все симптомы и убедиться в их правдивости Налет на языке и горечь во рту Основная причина – нарушение работы пищеварительной системы человека Дополнительно может часто появляться отрыжка Сопровождается болезнями печени и поджелудочной железы В редких случаях причиной становится прием особых лекарственных препаратов Часто отмечается горечь во рту после приема антибиотиков Причины горечи во рту после жирной еды Неправильное питание приводит к нарушениям в работе организма Описываемые симптомы сразу после приема пищи появляются при проблемах с желчной системой Особое внимание следует уделить протоком Следует незамедлительно скорректировать рацион питания и обратиться к врачу за дальнейшей помощью Горечь во рту при беременности Одна из самых безопасных причин Связывают ее с нарушением гормонального фона Довольно часто бывает у женщин во время беременности Горечь во рту после отрыжки – частое явление Консультация врача необходима, но она будет иметь чисто рекомендательный характер Горечь во рту и жажда виновата Желчеводелительная система и нарушения в работе желудка Практически всегда неприятные ощущения во рту связывают либо с зубными проблемами, либо с болезнями желудка Лечение горечи во рту лекарствами Амез Урсасан Аллахол Все методы заболевания основываются на причинах, которые характеризуют болезнь При лечении горечи во рту лекарствами используют Амез Урсасан Аллахол Все эти препараты принимаются только по показаниям Самолечение может привести к нежелательным последствиям Сам по себе симптом не лечится, поскольку имеет первичную причину, на которую необходимо направить лечебные мероприятия Большое значение имеет лечебная диета при горечи во рту, которая направлена на стабилизацию работы желудочно-кишечного тракта Лечение можно назначать только после точно установленной причины возникновения симптома Лечение горечи во рту народными средствами Народные методы показывают свою малую эффективность при борьбе с серьезными заболеваниями внутренних органов Небольшое улучшение достигается путем временного положительного состояния верхних участков пищевода Народные средства на некоторое время устраняет появление горечи во рту Однако следует понимать, что полное избавление от болезни, которая привела к этому симптому Возможно только с использованием традиционной медицины для лечения рекомендуют использовать специальные полоскания для горла И отвары трав, которые принимают внутрь Для полоскания можно использовать мяту, мелису и чабрец Эти травы измельчают и добавляют в соотношении 3-2-1 по порядку сбора Заливают кипятком из расчета 1 стакан на 1 столовую ложку сухой смеси Отстояться должен препарат не меньше 2 часов Затем отвар надо процедить и использовать для полоскания каждый раз, когда возникает Чувство горечи во рту для приема внутрь используют настой, в котором используются семена льна Их размельчают и настаивают в кипятке Со временем настой приобретет вид киселя, после этого его можно пить не больше 1 глотка за 1 раз и не больше 1 стакана в день Также эффективными являются отвары шиповника, ромашки, калина и боярышника Субтитры создавал DimaTorzok